ну вот утреннюю прогулку закончил хоть и 8 утра на солнышко еще вот это лестнице все вверх-вниз сделал теперь еще один круг вокруг парка сделаю вот и потом уже по делам поехал вот парке все светит дождя нет дождь чуть-чуть это самое и все никаких таких здесь потопов я не видел но анкара большое это большой город но как бы скажем так может где-то и было от охранник где должен сидеть вот видите для охранника все у него тут все есть и сидушка и все и отопитель если чего зимой круглосуточная охрана круглосуточная охрана дорожки видите вот они такие дорожки вот они люди гуляют тут вот смотрите можжевельник уже отсыпает вот это свои эти так что нормально вот он вас вот этот здесь будет фонтан но он еще не заполнен почему-то и запустили но сказали скоро на днях уже все подготовили вот это смотрите так круг сделать один и все ночью чуть-чуть покапала так есть а так нормально все люди гуляют ходят и мужики и женщины вообще анкара спортивный город видите солнышко светло а в сочи еще льет мне пишут и река вышли с берегов ну здесь такую я не видел здесь центр наверное где-то и от сильно было но это ливневки здесь работают хорошо поэтому я бы сказал что здесь такого вот нету в анкаре весь куда вот они вода вот все внизу идет вот там ливневки везде по всему городу а так что анкара это такой город где все безопасно в этом плане люди ходят там и семейные пары с утра гуляют с утра вот видите можжевельник красота англичаны англичаны или американцы на английском общается здесь много со всех этих концов планеты люди потому что министерства ведомства университеты научные центры все расположены вот здесь вот в анкаре основные эти все так столица и народ очень такой разнообразны но все интеллигентные вот . гуляют вот этот как видите липоведи липа 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 и вот этот дубчик и вот эти разные деревья разные деревья здесь люди могут прийти вот так вот посидеть вот так вот отдохнуть их здесь я думаю больше 300-400 вот таких этих на один парк так что всем места хватает всем кто хочет отдохнуть прийти здесь лифт скоро вот это эскалатор скоро включить вот тоже видите будка охранника здесь специально охранная фирма охрана производит там наверху их не офис вот охранников зарплата 15 тысяч вот но здесь я спущусь наверно вниз не буду сверху идти можно было бы там круг делать но вот видите как вот здесь и пошел вот так вот спускаешься вот один ярус то вот вниз вот здесь уже сразу можно отдохнуть посидеть вот здесь уже идет вот здесь лифт вот здесь вот уже идет второй вот этот ярус то же самое с этими сидя сидя местами где отдыхать вот теперь спускаемся вот еще вниз здесь эскалатор и видите вот здесь вот теперь смотрите раз тоже посидел сразу одно это спустился здесь рядом уже начинает печь вода вот а потом уже везде будет это вот вот здесь эскалаторы то есть для людей инвалидами инвалиды все могут здесь это самое вот вот здесь уже спускаешься идешь внизу уже на ту на нижнюю на нижний ярус парка многоярусные парки вот кто-то хочет наверху улице зреет город сидеть кто-то хочет внизу вот такие вот леса как видите вот они посажено женщина ходит тоже мужики женщины вот смотрите маки светут везде вот она видите вот мусор собраны уже в мешках это каждый день каждый день все убирается все досконально и вот такие мешки уже машина забирает заправляет вот это мусорный бак вот такой штукой все чистенько все ладненько вот так и должен быть все я считаю что люди не должны ругаться драться воевать а надо сады сажать парки делать а тогда жизнь будет на земле а смотрите какая красота вот вот она липа видите скоро липа уже расцвела видите вот она липа цветет вот она смотрите цветет липа а запах такой стоит липовый чай потом уже можно будет собрать это прийти и никто ничего не говорит и можно свой липовый чай дома и сушить и все вот она видите как а а ой какая красота ребята вот это липовое дерево видите это а 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 люди ходят вот так вот и гуляет просто гуляет справа елочки вот внизу их вот так можжевельник вверху елочки везде елочки а слева липы он пожалуйста я же говорю не надо покупать липовый чай здесь этой липы каштанов а полно акации и шикарно так и тишина везде чистота смотрит тоже маленький бак обернутый мусорным мешком все убирается досконально каждый день здесь целая армия уборщиков охранников садоводов вообще супер вот вся пока еще вода не заполнилась вот смотрит уборщики вам уже стоят они работают вот специальной формы это государственные это все государственные организации вот они сидят на телефонах играет молодежь да вот они вот они видите ну они неплохо получают они госслужащие считаются у них зарплата 15 17 тысяч лир около тысячи долларов их здесь еще и привозят еду кормят их доставка на место работы с места работы транспортом работодателя государственные это государственная организация вот смотрите вот вот так живу я хочу так жить и дальше тишине и спокойствие вот это вот сейчас заполнит вот эту дождевую воду уберут они говорят покрасит даже не еще дно вот этой синей краской чтобы вода была синего света сверху отдалась вот вот это аппаратура уже фонтан готов там они каждый год его регулируют вот и посмотрите вот опять липы видите а липы пожалуйста липовый чай здесь липовый мед ребята такой хороший анкарийский мед липовый а это нечто наслаждение такое в Анталии не найдешь очень дорого а здесь прямо пригород поехал в держатель или пчел из пчеловода у них можно купить очень дешево вот настоящий прямо с ульев они прямо там же вытаскивают эти соты и через медогонку могут прямо с сотами отдать липовый мед ребята самый полезный самый хороший вот такие вот дела ребята но всех вам благ вот уборщики здесь тоже на каждый 20-30 метров уборщики вот опять липовидите а это такой самый такой запах стоит хороший мамочки родные караул мои родители вот вот еще видите здесь здесь липы на липы на всех вам благ пока пока пока